Новые дороги, новые площадки, новый водовод. Масштабная модернизация затронула село Барановка. Городские власти объявили войну Амброзии. Сегодня во всех районах курорта ликвидируют очаги опасного сорняка. Представители Сочи Теплоэнерго отключают должников от горячего водоснабжения. У некоторых счет превысил 50 тысяч. Солисты Большого и Мариинки и три дня разножанровых проектов. В Сочи проходит летний фестиваль искусств «Артдиалог». Сотни предпринимателей и банкиров юга страны собрались в кубанской столице. Поводом для встречи стал этап Всероссийского форума «Территория бизнеса. Территория жизни». Это площадка для обсуждения проблем малого и среднего предпринимательства и поиска их решений. Центральным событием стало пленарное заседание. Участие в нем принял Вениамин Кондратьев. По мнению экспертов, Краснодарский край становится все более привлекательным для ведения бизнеса. Глава региона, в свою очередь, рассказал, что на Кубани сегодня стремятся создать для этого все условия. Так, например, гарантийный фонд поддержки предпринимателей и отдельные окна в МФЦ. Кроме того, в каждом районе специально создан институт инвеступолномоченных. «Инвестор – это и есть тот вагон, который в совокупности с другими вагонами образует большой локомотив инвестиционного поезда, который заезжает или едет в Краснодарском крае. И вот этот инвеступолномоченный в каждом муниципалитете, он должен выполнить функцию вот этого диспетчера. Потому что объективно сегодня надо признать, что, конечно, многие проекты вязнут, в том числе в чиновничьих коридорах, в тех кабинетах, где отчасти не находят собственного интереса чиновников. Инвеступолномоченный является должностным лицом в структуре органов субъекта Российской Федерации, органов власти. Поэтому он, я считаю, должен быть максимально независим от интересов, в том числе и муниципальных чиновников». По мнению губернатора Край, именно малый и средний бизнес – опора развития экономики. «И поддерживать необходимо не только уже состоявшихся предпринимателей, но и тех, кто только начинает свое дело». «Малый бизнес должен стать вот такой стержневой идеей развития штатского края. Крупный бизнес уже сформирован. Вот малый и средний бизнес, он пока еще на стадии обленных шагов больше желания людей, которые хотят заниматься малым и средним бизнесом. И надо всегда понимать, что из малого и среднего бизнеса может всегда родиться большой бизнес. Но движение должно быть у нас навстречу друг к другу. Тогда будет результат. Я надеюсь, что в нашем крае он будет». Вениамин Кондратьев также отметил, что сегодня важно поддержать и предпринимателей-инноваторов, которые создают принципиально новый продукт. Один из таких проектов продемонстрировали участникам форума. Это первый в России электромотоцикл и пока единственный в мире, который может развивать скорость до 140 км в час. Представить проект планируют и на инвестиционном форуме в Сочи. Калина Моисеева, телекомпания «ВКТ». Дом культуры, который полвека стоит без капитального ремонта в станице Староджерельевской, восстановят. Дом культуры попал в государственную программу. Из краевого бюджета выделят больше 5 миллионов рублей. Об этом сегодня говорили во время рабочей поездки губернатора в Красноармейский район. Вениамин Кондратьев посмотрел на состояние дома культуры. Он не работает уже 8 лет. После войны наша страна, конечно, восстановила экономику, но она первая начала строить стадионы и клубы. Вот это жизнь. Если мы будем делать только экономику, без учета жизни людей, обычной жизни, дневной, выходной жизни людей, ничего не получится. А стадионы, клубы – это и есть жизнь. Жизнь на селе, тем более. Это их праздник, это их сцена. Это их радость. Это их выходной день. Поэтому давайте и эту возможность им дадим. У нас сегодня праздников проводится. Больше я не знаю, как. У нас только любят люди праздники. Ну, очень много. И люди сами участники. Во время рабочей поездки в Красноармейский район Вениамин Кондратьев посетил также несколько сельскохозяйственных предприятий, а после встретился с жителями района. Новые дороги, новые площадки и новый водовод. Масштабная модернизация инфраструктуры затронула село Барановка. Проблем здесь было немало. О них на недавнем сходе граждан. Жители рассказали главе Сочи. Анатолий Пахомов пообещал сделать все возможное, чтобы быстрее решить наболевшие вопросы. Удалось ли это? Узнаем из следующего сюжета. Черным по серому. Новый асфальт выгодно выделяется на фоне старых дорог. Переулок Южный еще недавно был настоящей полосой препятствий. Даже для пешеходов. Многие работают. Особенно зимой идут. Темно. Дороги такие вот эти с ямами. Бедные. Я о них думаю. Я пенсионерка, но всегда думаю, как они ночью в темноте идут. Теперь здесь, как и в переулках на Обовяной и Леселидзе, новое дорожное полотно. Работы профинансировали мэрия и депутаты. Порадовали и школьников. 1 сентября в школу на Пластунке они пойдут по ровной дороге. То, что сделали, то, что вот это, новый. Сделано очень доброкачественно, очень хорошо. Молодцы. Потому что видно сразу новые технологии, новая техника, новые асфальты. Это сделано от души. Об этом жители давно мечтали. Но чтобы вот так сразу были отремонтированы 2000 квадратных метров, конечно, не ожидали. Достаточно большой объем. Это там больше 2000 квадратов, что для сельских переулков это большая цифра. Также начали ремонт и будем продолжать в сторону улицы Вишневой. Это такое для жителей села Верхний Юрт очень важное место, через которое приезжает практически утром все село. В ближайший месяц благоустройство коснется и сельских клубов. Там заменят окна, двери, поставят кондиционеры. Все это помощь сочинских единороссов. Появятся в округе и три новых детских площадки. В переулках Южный и Грушовый и на улице Джапаридзе. Это планы только до конца года. А в 2017-м уголки для игр построят и на других улицах. Но самое долгожданное, вот уж точно, стройка века идет под землей. Жители Барановки не понаслышке знают, как это – жить без воды. Хотя насосная станция рядом есть, но она ситуацию не спасает. У нас увеличилось сильно население. Летний период тоже сыграл свою роль. И с водой у нас были большие проблемы. Постоянные были отключения воды и днем, и ночью. В общем, была большая проблема с водой. С просьбой как можно скорее решить этот вопрос, жители села обратились к главе Сочи Анатолию Пахомову. Специалисты подытожили. Поможет прокладка нового водовода большего диаметра. Общая продолженность – 2 километра 700 метров. Это уже второй этап у нас здесь на Барановке. Мы его заканчиваем. Технология у нас используется – горизонтально направленное бурение. В данный момент мы уже паяем трубы. Ну и, так сказать, затягиваем их в скважину. Прокладка первой очереди водовода идет в рамках инвестиционной программы Сочи Водоканала. Закончить работу подрядчик планирует уже к 15 сентября. Но на этом власти курорта решили не останавливаться. В следующем году в селе займутся второй и третьей очередью водовода. Уже за счет городского бюджета. Чтобы обеспечить водой не только нынешних селян, но и учесть интересы будущих жителей Барановки. Галина Моисеева, телекомпания КТ. В Сочи сотрудники спецавтохозяйства устанавливают новые контейнеры. Мусорные бункеры – они предназначены для крупногабаритных отходов. Эта услуга включена в щитосах, о которой получают потребители. Мусорные бункеры установили в труднодоступных районах. Вывозят их по графику. И, кстати, они в девять раз больше обычного мусорного бака. Всего по городу в данный момент стационарно установлено 24 бункера. Они предназначены для сбора крупногабаритных отходов, в которые входят диваны, кресла, холодильники, телевизор. Крупногабаритными отходами часто считают спиленные деревья, доски от разобранных построек, оконные рамы. Но все это, по словам сотрудников САХА, строительный мусор. Его вывозят за дополнительную плату. Городские власти объявили войну амброзии. Сегодня во всех районах курорта специалисты выявляют очаги этого опасного сорняка и сразу же ликвидируют. Амброзия полынолистная входит в список опасных карантинных сорняков. Противопоказана не только сельскохозяйственным культурам, но и животным. Если та же корова ее съест, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус. У людей амброзия вызывает обострение аллергии. Пыльца данного вида растения имеет достаточно низкую молекулярную структуру, то есть она мелкая. И в 20% у населения при повторном сталкивании с данным видом пыльцы вызывает аллергию. С проявлениями либо катаральными, то есть это риниты, конъюнктивиты. Также возможны бронхиты, крапивница, контактный дерматит. Правда, всего этого можно избежать, если выявить аллергены и своевременно принять лекарства. Ну и, конечно, если ликвидировать очаги распространения амброзии до начала ее цветения. Цветение амброзии полынолистной, этого сорняка, в нашем регионе происходит в середине августа. В настоящее время, не дожидаясь его цветения, заблаговременно со стороны администрации города были приняты меры по уничтожению. Были созданы мобильные группы, 4 мобильные группы. Рабочие группы, в которые вошли представители городской, районных и поселковых администраций, амброзию обнаружили на 58 участках. Из них 42 уже очищено. В ближайшее время предстоит ликвидировать сорняк еще на 16. К работе городские власти просят подключиться и местных жителей. Каждый землепользователь на территории муниципального образования города Торо-Сочи в соответствии также с правилами благоустройства и санитарного содержания территории, подтвержденными решением городского собрания, обязан вести работу по удалению данного вида и других видов карантинных растений не только в границах своих земельных, но и на прилегающей территории. Нарушители правил будут караться штрафами от 300 до 500 рублей физические лица, от 500 до 1000 – должностные, от 5000 до 10 – юридические. Кстати, администрация уже направила Росельхознадзору 69 информационных материалов. Борьбу с амбрузией городские власти будут вести вплоть до октября. Тогда закончится ее цветение. Представители Сочи Теплоэнерго отключают должников от горячего водоснабжения. К таким вынужденным мерам приводят большие долги населения. У некоторых счет превысил 50 тысяч рублей. Конечно, без горячей воды жить сложно, но выхода нет. Чтобы остановить задолженность, а другими словами начисление за горячую воду, приходится ставить заглушки и пломбу. Такие жесткие меры Сочи Теплоэнерго не нравятся жильцам, но это единственное, что может заставить вспомнить о долге. Я приходил неоднократно, оставлял предупреждения, извещения, оплаты не было. Уже нельзя, да? Чтобы заплатить и нет. Уговоры и просьбы на месте уже не воспринимаются специалистами. За несколько лет сумма долга владельцев этого жилья за тепло и горячее водоснабжение выросла до 58 тысяч рублей. Теперь им необходимо прийти в отдел по работе с должниками Сочи Теплоэнерго и решить вопрос по частичному погашению долга. Иначе придется жить без услуг, которые предоставляет это коммунальное предприятие. Отключение от горячего водоснабжения – одна из крайних мер в досудебном порядке, которые используются предприятием для понуждения должников к оплате. И на сегодняшний день мы отключаем не только методом установки заглушек, но и также методом отключения от стояка путем видимого разрыва подводящего участка трубы. Многие сочинцы перестали платить в этом году, есть и такие, которые не платят несколько лет. У всех причины разные, но в любой ситуации нужно разбираться. Поэтому лучше идти на контакт с представителями Сочи Теплоэнерго, чем прятаться за закрытыми дверями. Ведь до некоторых даже достучаться невозможно, но рано или поздно задолженность придется погашать. Если не самостоятельно, то через суд. Только в микрорайоне Макаринка должников на сегодняшний день 1070 человек с общим долгом более 34 миллионов рублей. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В период подготовки к Олимпийским играм в Сочи была реконструирована большая часть водопроводно-канализационных объектов. Правда, очистные сооружения Кудепсты в программу не вошли. Однако с августа прошлого года на объекте идут работы по модернизации. С начала запуска работ по модернизации очистных сооружений в Кудепсте на объекте успели провести герметизацию и восстановление железобетонных конструкций. Также была выполнена гидроизоляция и установлена новая аэрационная система. Сейчас она проходит испытания. Очистные сооружения, построенные в 1971 году, практически исчерпали свой ресурс. Поэтому было принято решение выполнить комплексную модернизацию. Мы не модернизируем один объект, мы модернизируем все, что работает на этот объект в том числе. Так, на насосной станции Чкаловская уже проведены работы по модернизации. Теперь с очистными сооружениями в Кудепсте она связана двумя нитками напорных коллекторов. Это обеспечит стабильную работу системы водоотведения Адлерского района даже во время курортного пика. Особое внимание вызывает реконструкция аэротенков, работа которых предполагает полную биологическую очистку без применения каких-либо химикатов. Аэротенки являются сердцем очистных сооружений канализации. Здесь находится активный им, это сообщество микроорганизмов, которое очищает сточную воду от растворенных в ней загрязнений. Время нахождения сточной воды в аэротенке колеблется от 6 до 8 часов. Это очень продолжительно. Согласно плану, работы по модернизации разделены на два этапа. Первый, самый масштабный, уже подходит к концу. Окончательный срок сдачи объекта назначен на декабрь 2017 года. В итоге это не только значительно улучшит качество очистки канализационных стоков, но и позволит подключить к централизованной системе водоотведения около 7 тысяч новых абонентов в микрорайонах Голубые Дали, Курортные и Чкалово. В Сочи завершил свою работу студенческий стройотряд «Кубаненерго». Учащиеся ресурсного центра по энергетике сочинского профессионального техникума в течение месяца трудились на объектах сочинских электросетей. А сочинские полицейские приняли участие в акции «Соберем ребенка в школу». Отбирали в стройотряд самых достойных студентов техникума. С каждым из них заключили трудовой договор. Бойцы были задействованы в техническом обслуживании сетей, в составе действующих бригад, а также в строительных работах. Для этого был проведен инструктаж по технике безопасности. В первый день работы будущим электромонтажникам показали, как управляют энергосистемой Черноморского побережья, рассказали о работе подстанции «Сочи», познакомились с электротехнической лабораторией. И вот уже финиш. Сегодня бойцами летних студенческих отрядов становятся многие. Но вы для нас в Сочи останетесь первыми. Это прекрасный старт. Вы проявили себя в работе, получили хороший опыт, новые впечатления. За каждым бойцом стройотряда был закреплен наставник из числа опытных специалистов. В подарок сотрудникам сочинских электросетей студенты подготовили стенгазету. Я благодарю данное предприятие за то, что приняли нас на работу. Нас очень хорошо приняли и относились к нам уже не как к простым студентам, а как к будущим профессионалам. Как могли, помогали всячески советом. Ребята сами признаются, завершив обучение в техникуме, будут проситься именно в филиал «Кубань-Энерго», где они и получили первое представление о работе. В будущем данные специалисты, если захотят, данные студенты, если захотят остаться работать в отрасли, они будут уже непосредственно иметь какие-то знания, приобретенные опыты, навыки работы в электросетевом комплексе. И могут, конечно, у нас остаться. Более того, у нас есть договоренности с ресурсным центром о том, что все выпускники данного центра могут прийти к нам на работу. И хочется выразить отдельное слово благодарности непосредственно самим ребятам, которые приняли участие в жизни нашего коллектива. Они проявили себя отлично не только в труде, но и в социальной жизни нашей компании. Студенческие стройотряды работают на объектах «Кубань-Энерго» второй год подряд и желающих стать участниками с каждым годом становится все больше. Это не только новое впечатление, возможность самореализации, но и отличный профессиональный старт. Гелена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». О профилактике интернет-зависимости в детской и подростковой среде говорили сегодня в Сочи. В городе прошла акция «Безопасный интернет». Профилактическое мероприятие провели для школьников разных возрастов. Акцию «Безопасный интернет» провели в форме дискуссии. Обсуждали положительные и отрицательные стороны влияния интернета на детей и подростков. На встречу пригласили и специалистов – психолога, врача-нарколога. Они рассказали о симптомах и признаках интернет-зависимости, о возможных негативных последствиях для здоровья у тех, кто часами сидит в интернете. А также дали полезные советы, как правильно работать за компьютером. Интернет – это неплохо и нехорошо. То есть это реалия, которая есть на сегодняшний день. Но тем не менее, если взрослые не будут контролировать этот процесс, то, безусловно, наши дети будут страдать и психологически, и физически. Акция «Безопасный интернет» прошла в рамках оздоровительной кампании «Лето-2016». В этом году вообще решили уделить большое внимание именно вопросам безопасности. Встречи со школьниками каждую среду проводили спасатели, психологи, врачи и полицейские. Также детям рассказывали о вреде курения, о последствиях употребления наркотиков. Кстати, мероприятие прошло в одной из городских библиотек. Место выбрали не случайно, ведь книга всегда может стать отличной и, главное, полезной альтернативой, порой бесцельно проведенному во всемирной паутине времени. Танец – это стихия, танец – это взгляд на мир. Так считают организаторы летнего фестиваля искусств «Арт-диалог». Целых три дня на сцене Зимнего театра солисты Большого и Мариинского театров представляют сразу несколько разножанровых проектов. Открылся фестиваль премьерой «Балет Большого города». Жизель, Корсар, Дон Кихот, Шахерезада, Кармен, Игры разума – все эти произведения артисты и режиссеры превратили в яркие хореографические бренды. А по замыслу режиссеров и постановщиков свои лучшие классические по ДД солисты Большого и Мариинки совместили с популярными мировыми постановками и современной хореографией. Это номера под музыку Жака Брейля, Макса Рихтера и группы «Земьюз». Работаем, стараемся делать интересные световые партитуры, сложный свет. Чтобы максимально передать атмосферу спектакля, состояние, всяких внутренних перипетий героев. И, безусловно, используем проекционные картины, которые заменят нам декорации. Поэтому уникальны тем, что совмещаем классические традиции с современными такими технологиями. Сегодня, во второй день фестиваля, зрители Зимнего погрузились в мир музыкального спектакля «Маленький принц». Организаторы утверждают, это интерпретация сказки «Сент-Экзюпери» – новое видение произведения и имена для семейного просмотра. 25 августа – третий день фестиваля «Арт-Диалог» обещает быть самым праздничным. Красочная программа «Пьяцола-Гала» представляет историю четырех танго. Мы смело заступили на сочинский Олимп, на сочинскую площадку. У нас самый молодой фестиваль. И в этот раз мы очень смело взяли планку, мы привезли солистов, молодых солистов Большого театра. И, конечно, это праздник, это большой праздник для сочинцев. Задача, в принципе, здесь, она в названии фестиваля. В названии фестиваля «Арт-Диалог» – диалог с искусством. Хочется, чтобы наше настоящее искусство, дарить людям искусство, и только искусство. У фестиваля «Арт-Диалог» много проектов. С новым сказочным балетом артисты лучших театров страны приедут в Сочи уже этой зимой. Ольга Десятого, Инга Габеши, Аниколай Сихонов, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. В сеть салонов тканей для дома предлагают широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну, а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши, а всего вам самого доброго и до встречи в эфире.